Осторожно, я тревожный. В этом ролике я расскажу про то, какие есть тревожные состояния, тревожные расстройства, и возможно они есть у вас, и вы смешиваете это совершенно с какими-то нереальными другими моментами, которые влияют на вашу жизнь. В этом видеоролике я расскажу про то, что такое тревожные расстройства, существуют ли они, и попозже я планирую вам снять контент про то, как работать с разными ситуациями. У нас есть несколько видов тревожных расстройств, и здесь мы говорим про неврозы, здесь мы говорим про гиперактивность, про склонность к плаксивости, в общем, обсессивно-компульсивные состояния, фобии, социальные, психосоматические болезни, психотравматические болезни. И, соответственно, вот это все происходит при помощи диагностики психиатра или медицинского психолога. Не просто психолога, а медицинского, повторяю, психолога, потому что остальное это не супер хорошая вещь. Другой момент. Тревожные расстройства есть очень у многих людей, и это бывает связано с миллионом различных факторов. Щитовидка, гормоны, окружающая среда, химия, в общем, куча-куча всего влияет на тревожность. Другой момент, как люди с этим справляются, справляются, не справляются, и действительно у многих бывают и панические атаки, и стрессы, и, соответственно, другие моменты, которые влияют на то, как человек себя проявляет. Бывает так, что человек ощущает это и не может найти для себя какое-то объяснение. Напоминаю, что типы бывают совершенно разные, и генерализованное тревожное расстройство – это хроническое напряжение, даже когда кажется, что ничего его не провоцирует. Это беспокойство или чрезмерная нервозность происходит почти ежедневно. Если мы с вами говорим про панические атаки, то пациент часто испытывает приступы тревоги, которые возникают спонтанно. Если мы с вами говорим про фобическое расстройство, то это заболевание имеет в качестве существенной особенности наличие какого-то иррационального страха, и, в общем, это все достаточно неприятно. Когда мы с вами говорим про обсессивно-компульсивные расстройства, то здесь действительно некоторые моменты очень-очень серьезно влияют на самого человека. Если у человека был какой-то стресс или какая-то посттравматическая история, это происходит в случаях, когда неприятные моменты продолжают у человека крутиться. Другой момент, если мы с вами говорим про то, что у человека могут быть дополнительно какие-то патологии, диабет, какая-то еще история, это тоже усложняет ситуацию. Другой момент, если мы с вами говорим про убеждения, ожидания, мысли, то, соответственно, здесь действуют социальная среда и внешняя среда. То есть мы с вами понимаем, что проблема суммируется, и пациент или клиент, у меня разные, может действительно ощущать вот эти вот тревожные состояния. Другой момент, если мы с вами говорим про осторожно, я тревожный, это люди, которые либо не выходят из своей привычной парадигмы, либо наоборот, слишком-слишком находятся в каком-то хроническом ситуации большого стресса. И если мы с вами говорим про какие-то нехорошие моменты, то, конечно, 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 важно работать с своим стрессом. Напоминаю, что тревожные расстройства бывают совершенно разные, но причина у них тоже разная. От психосоматических до физических, до депрессивных и очень-очень разные. У кого-то даже бывает связь с гормонами, с нейромедиаторами, повреждениями, интоксикациями, инфекциями и кучей-кучей всяких моментов. Поэтому, если мы с вами говорим про то, что называется помощь, очень важно, чтобы вы со своим психологом прошли диагностику, и он вам подсказал, куда дальше. Другой момент, если мы с вами говорим про панические атаки, это присутствует у многих-многих моих клиентов. И если мы с вами говорим про типы, то это бывает генерализированная, обсессивно-компульсивная, ипохондрия, агарофобия, социофобия. И, соответственно, все эти моментики, они очень влияют на то, как человек выбирает, как он действует, как он планирует, как он создает, и как у него, в принципе, реализуется смысл его жизни. Напоминаю, чем сложнее и чем дольше человек находится в каком-то состоянии, тем сложнее ему оттуда выкарабкиваться. И еще один момент, вот, например, у человека ипохондрия, или у человека постоянные панические атаки, из-за этого он очень-очень сложно реализует свой потенциал, потому что при этих состояниях нейромедиаторы работают не так, как нужно, и человек испытывает дополнительную тревогу, которую, в принципе, не должен испытывать. Пишите вопросы под этим видео и пишите свою тему, потому что очень у многих есть панические атаки, генерализованное расстройство, социофобия, агарофобия. И это достаточно актуально в современном нестабильном мире. И причин, как я сказала, этому очень много, начиная от анемии, диабета, гипокалимии, интоксикации, каких-то внутренних проблем, до чисто психологических, которые человек боится решать, закрывать, потому что, ну, потому что, потому что боится, у него есть привычные способы справления. Подписывайтесь на мой канал, здесь про здоровье, я, Алена, простым языком для вас объясняю сложные вещи.